Добрый вечер всем, кто на Щелковском. Программа «Диалог», как всегда, по вторникам с вами. Этот выпуск проведу для вас я, Ирина Микеда. – Глава Щелковского района Алексей Валов обещал нам недавно, что будет приходить в эфир программы «Диалог» почаще, чем раз в полгода. Обещал – сделал. Тем более, что для сегодняшней встречи у нас есть веский повод. 27 февраля состоялся ежегодный отчет главы перед жителями. Итак, в студии Алексей Васильевич Валов. Добрый вечер. – Добрый вечер. – Спасибо, что пришли. – Дорогие граждане, дорогие друзья, мне очень приятно быть в прямой эфире, общаться с вами, обсуждать проблемы, получать вопросы. И для вас обозначать перспективы, по которым будет развиваться городской орган Щелково в ближайшие пятилетия. – Да, мы работаем в прямом эфире. Можете участвовать в нашем диалоге. Звоните 56-714-40-714-50. Пожалуйста, если вы эфир по какой-то причине не пробьетесь, вопросы будут записаны и ответы вы получите. Итак, вот вы проанонсировали ближайшее пятилетие. Новая пятилетка, Алексей Васильевич. – Новая пятилетка. – Да, новая пятилетка. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев вернул это слово в обиход в ходе своего недавнего отчета перед жителями области, жителями региона, своего недавнего обращения. – Новая пятилетка, и он назвал план действий на последующий, соответственно, период и для дальнейшей реализации идеологии лидерства. Позволю себе процитировать губернатора. Важно, чтобы реальные перемены происходили в каждом населенном пункте, чтобы их почувствовал каждый житель. Вот мы сегодня давайте с вами поговорим о тех переменах, которые произошли в наших населенных пунктах, которые почувствовал каждый житель, потому что в своем обращении губернатор отразил результаты работы не столько за прошедший год, сколько за пять лет. И вы свой отчет также по этому же принципу построили. Велась интернет-трансляция в Инстаграме, был наш достаточно подробный репортаж, но не все могли это видеть, поэтому я предлагаю сегодня в эфире по основным тезисам, темам вашего отчета и пройтись с вашего позволения. – С удовольствием. Начнем, давайте тогда с основополагающей отрасли экономики. Что здесь вы считаете главным? – Главное в экономике – это, конечно, создание рабочих мест. Понимая, что создаются рабочие места, мы понимаем, что идет движение вперед и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в предпринимательстве, и в других сферах, вне зависимости от этих сфер. То есть мы понимаем, что 4 года назад, 5 лет теперь уже назад, в районе было дефицит 48 тысяч рабочих мест. Ну это страшный дефицит, я по-другому сказать не могу, потому что 167 предприятий за период безвремени было уничтожено. Соответственно, создалось столько вот дефицитных рабочих мест, и наши люди, Щелковского района, ездили по всей Московской области, Москву, для того, чтобы найти себе работу. Мы проделали огромный сегмент этой работы для того, чтобы создать рабочие места, и создали 22 тысяч рабочих мест. Сейчас у нас дефицит 26, но мы понимаем, что впереди еще целая жизнь, и понимаем, как идти дальше для того, чтобы и этот дефицит ликвидировать. Практически, вот вы говорите, в каждом селе, в каждом поселке, в каждом банклаве нашего района, перегородского округа должна появиться надежда. И мы эти надежды реализуем. Мы проводим институционные часты, ищем предпринимателей, которые могут зайти своими институционными пакетами для создания производства. Как промышленность, так и в сельском хозяйстве. И увидели, что из-за этого времени мы создали уже 4 индустриальных парка. 4 индустриальных парка. Это, будем говорить, очень большой прорыв на Московской области. Это территория, где вся инфраструктура для начала бизнеса большого есть. Мы, конечно же, упаваем, где вся инфраструктура для того, чтобы были рабочие места. Вот взять последний технопарк, открывали там уже 600 рабочих мест. Плюс еще сейчас два строится здания. Где еще будет 200 рабочих мест. То есть, ну это... И вот пришли туда, одни, Пщелковские наши, работают на этих предприятиях. И мы понимаем, что вот развивается у нас и химическая промышленность, и биофармацевтика, и фармацевтика, и пищевая промышленность. Все везде идет как бы своим ходом. Если взять субъекты малого и среднего бизнеса, то за год мы создали... Это реальные, которые подчетом подаются, 2000 малых предприятий создали. Индивидуальных предпринимателей начали работать. И всего за эти пять лет создали 9000 предприятий микро-малого и среднего бизнеса. Это тоже большой. Крупные предприятия. Вы знаете, вот на наших глазах была проведена реконструкция валент-фармацевтика. Самые новейшие технологии фармацевтики. Новый корпус с нуля. Новый корпус с нуля. Это не главное не корпус, а самое главное начинка в этом корпусе. Самое главное оборудование этого корпуса. Самое главное высокотехнологичные рабочие места, которые в этом комплексе, в этом объекте уже как бы получили право на жизнь. Канон Фарм Продакшн. То же самое. На глазах строится, на глазах развивается. То же самое фармацевтика. Щелку Аграхим. Строится уже, почитай, офис, где будет очень функционально работать всем сотрудникам Щелку Аграхим. И при этом внедряются новые технологии и в этом производстве Щелку Аграхим. Внедряется еще дополнительная линейка средств защиты растений, средств помощи, развития растений. Уже приступили к тому, чтобы внести свои инновации и ведут разработки, и уже внедряют эти разработки в импланты для того, чтобы создавать новое поколение дойного стада, которое будет с удовим молоком свыше 30 литров. При этом это уже все поставлено на линейку. Правда, не у нас, в Липецке область, но Щелку Аграхим. И мы понимаем, что это правильный путь, и по нему надо, конечно же, дальше идти. Я уверен, что за то время, когда мы работали, мы большую часть времени именно над этим и думали. Это развитие производства всех направлений, всех отраслей и создание рабочих мест. И мы этого добились. Спасибо. А у нас есть вопрос зрителей, если мы его услышим. Ну и вот я бы хотел все-таки дальше дополнить. У нас же как бы и, соответственно, растет объем отгруженных товаров. Мы в этом году отгрузили на 114 миллиардов. На 14% больше, чем в прошлом году. Соответственно, мы доходовый бюджет повысили на 47%. Это почти на миллиард. Это собственных доходов в бюджет. Это здорово. И я думаю, что если такими темпами будем развиваться, то, соответственно, мы увидим, как будет меняться в том числе и структура доходной части бюджета, и, соответственно, расходной части бюджета. Все больше и больше средств будет уходить и на социальные нужды, и на развитие городского округа в целом. Спасибо. Со зрителями готовы пообщаться? Да, конечно. Слушаем вопрос. Здравствуйте, пожалуйста. Задавайте. Добрый вечер. Слушаем вопрос. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Вечер, ведущая. У нас сразу много вопросов. Очень-таки, пожалуйста. Можно вопрос задать? Да, 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 конечно. У меня вопрос из воды и большие петрища по кодекам учат. И второй вопрос – это университет, которые управляют счета. Мы вас не очень хорошо слышим. Вообще не понимаю. Участки для многодетных услышал, а дальше что тут? Дороги и вода для них. Какая территория? Где это? Это Большие Петрищи. Вот. Большие Петрищи. Это деревня Большие Петрищи. Так, я сейчас прямо вот секундочку, я остановлюсь, чтобы связь нормальная была. Дороги и вода в деревне Большие Петрищи, участки для многодетных. Да, и ООО «Харти» выставляют счета. Так, слышно? Это про мусор, мы поняли. Да, и про мусор. Они выставляют счета туда, где нету дорог. И как они вообще планируют приезжать туда? Вот они выставили счет, а мусор-то, они как бы там нет никого. Там дома еще не введены в эксплуатацию, там пухты в участке. А они выставляют всем счета. Спасибо, поняли вас. Слушайте ответ, пожалуйста. Вот смотрите, программа помощи многодетным семьям по строительству дорог, водоснабжению, электроснабжению у нас есть. Сразу мы все сделать не можем. Поэтому ругайтесь, не ругайтесь. Есть все-таки возможности муниципального образования по помощи вам. И мы будем их реализовывать. Вы же знаете, что мы от отторжения, от критики по второй Большой Алексеевке получили благодарность, в конце концов, когда все сделали там. И у вас это произойдет. По счетам на вывоз мусора. Развитые европейские страны, в том числе Япония, десятилетиями шло к решению проблемы сбора мусора. А нам надо самые короткие сроки преодолеть, потому что мы все, извините за рожение, загадили. Такое количество мусорных полигонов, такое количество сброшенных хаотичных мусоров по всему Подмосковью уже всем надоело. Мы все понимаем, что дальше так жить нельзя. Мы просто сами себе жизнь всю загадим. Поэтому губернатор Андрей Юрьевич Воробьев принял решение в самые короткие сроки. Перейти на раздельный сбор мусора, централизованный сбор мусора. Для этого у нас есть региональные операторы. Если они вам выставляют счета на несуществующие дома, которые не внесены еще как бы, не зарегистрированы, не внесены в госреестр, в госреестр, пожалуйста, приходите и обжалуйте это, если там не живете. Но если там уже живете и вам выставляют счета, то платить надо. Потому что в любом случае вы где-то будете этот мусор утилизировать. То ли на какой-то контейнерной площадке на сельской, то ли в город заедете, сбросите, но где-то будете утилизировать. Нам нельзя сделать так, чтобы региональный оператор работал как бы себе в убыток. Тогда он откажется от этой работы. И мы не получим тот результат, который нам всем нужен, чистой Подмосковья. А это сделать надо обязательно. Понимаем, что Подмосковье обслуживает еще и очень много с удовольствием некоммерческих товарищей города Москвы. Но и к ним будут также выставляться счета для того, чтобы они платили за все за это. И там есть своя система и схема работы в этих СНТ, ДНТ, ВНТ. Это долгий процесс. Я говорю, десятилетиями шла просвещенная Европа к тому, чтобы прийти к цивилизованному сбору и разделению мусора. Мы придем гораздо быстрее, потому что мы гораздо умнее, чем они. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста, зрители. Мы слушаем. Добрый вечер. Есть у нас вопрос? Слушаем вас? Да-да. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос по Литвинову Ситику Алексею Васильевичу. Я понимаю, что объект передан компетенциям Минстроя, но все-таки хотелось бы узнать, когда будет решена наша проблема и что делается вообще для решения нашей проблемы. Спасибо. Вот я не услышал, кто обратился, тем не менее. Один из пострадавших. Уважаемый товарищ заявитель или гражданин Дольщель. Дело в том, что эта работа не останавливается. Многовариантность мы вам уже докладывали, в вашей инициативной группе докладывали. Предусматривалась или денежная компенсация, или последовательное замещение при строительстве обманутых Дольщику квартирами. На те квартиры, которые вы потеряли там на Литвиновой Сити. Эта работа идет. Она не останавливается. Никто в Московской области, по заявлению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, не останется обездоленным за то, что недобросовестный застройщик украл эти деньги. Работа будет доведен до конца. Но мы еще в таком молодом возрасте обманутые Дольщики, хотя это некорректно говорить абсолютно, любой обманутый Дольщик в любые сроки – это уже пострадавший человек, и надо ему помогать в самые короткие сроки. Но над этим работают. И я уверен, что в ближайшее время, вот сейчас мы эту программу формируем уже, окончательно первый, буквально этот вопрос будем рассматривать по первому полу представлению квартир – это в течение этого месяца. И мы опять соберем инициативную группу и еще раз доложим, как это будет происходить. Хотя инициативная группа сама в Минстрое частый гость. И она знает, что там происходит и какие процессы идут. Спасибо. Спасибо, Алексей Васильевич. Позволю себе вернуться к еще одной из важных тем вашего недавнего отчета. Мы понимаем все, что привлечение инвесторов, развитие промышленности невозможно без грамотной транспортно-дорожной логистики. И за этот вопрос наконец-то тоже взялись. Недавнее прорывное событие в Щелкове – это установка арки моста. И это, наверное, можно сказать, один из приоритетов в дорожной сфере для жителей городского округа. Ну, наряду, наверное, с обходами, наряду с переходом надземным, Талсинское, Пролетарский, чего очень-очень ждут. Дублером Щелковского шоссе, разумеется. Поделитесь планами по развитию дорожной отрасли. Ну, смотрите, любое событие, которое происходит у нас в городском округе, широко обсуждается в социальных сетях. Я это отслеживаю и вижу. Сколько негатива, сколько позитива, где равновесие. И я понимаю, что все, что мы делаем для того, чтобы наконец-то разгрузить город от такого транспортного коллапса, находит поддержку у жителей. Единственное, что не находит поддержки у жителей, почему так медленно? Вот, дорогие мои, я пришел в 2014 году. Непростые были эти времена. Там полтора года туда-сюда, пока вник во все это. Пока начал предметно и системно работать со всеми моими коллегами, чтобы реанимировать все эти проекты, на которые надо не только обращать внимание, но и проталкивать их быстрее. И, соответственно, вот, благодаря поддержке, опять же, губернатора Ильича Воробьева, у нас сейчас строится мост. У нас, буквально, вы знаете, недавно я общался со всеми в соцсетях и рассказывал о том, что наш губернатор встретился с председателем правительства, заранее получив одобрение президента Российской Федерации о строительстве долгожданного дублера Щелковского шоссе, который позволит нам не только увеличить пропускную способность нашего основного Щелковского шоссе, но и даст импульс, даст стимул к развитию всех наших сегментов будущих доходов в бюджет, то есть к развитию промышленного производства. Мы многое сделали для того, чтобы провести реновацию промышленных площадок со скандалами, с уголовными делами, но мы хотим забрать эти земли обратно для того, чтобы запустить их в реновацию, чтобы повторное использование было этих земель для строительства промышленных объектов далеко, далеко от города они, в восточной промзоне, не будут влиять абсолютно на экологию, потому что у нас уже есть чему влиять эти очистные сооружения, слава богу, нам дают тут экологический эффект. Но мы тоже будем работать над тем, чтобы в ближайшие 4 года они были модернизированы, реконструированы и наконец заработали штатно без запаха. Это тоже в планах нашего губернатора Ильича Воробьева. И мы на своем уровне понимаем, как это важно, всегда на всех совещаниях, на всех мероприятиях, на рабочих встречах свою информацию как бы вкладываем в будущее развитие и транспортной инфраструктуры, и объектов транспортной инфраструктуры, и промышленных объектов, которые будут привязаны к объектам транспортной инфраструктуры для того, чтобы пошел процесс гармоничный. Транспортная инфраструктура развивается, развивается промышленность. Вот что главное для нас. Создаются рабочие места. Вот это все мы взаимоувязываем и понимаем результат, к сожалению, будет когда-то быстро. Вот мост построен будет в этом году. Мы его сдадим, и пойдет сначала короткий кусок объезда, и там вот в соцсетях. И что? Все упрется, Пролетарский проспект? Да нет, не упрется. Потому что мы на Заречной улице сейчас еще одну полосу съезда, подстрелку построим направо на Фриановское шоссе. И все, что будет идти с моста, будут идти под стрелку постоянно по полосе разгона туда в сторону Фрязино и туда в сторону Владимирской области. Все предусматриваем. Потом следующий заход будет на Фриановское шоссе, второй этап. И уже на втором этапе на РТП будет там и круг сделан, и еще будет, так сказать, транспортный поток туда разделяться в обход города. Тем самым освобождая Заречную улицу от такого количества и плотности транспортного потока. У нас есть на все планы. Мы доводим их до вас. И есть у нас эти планы на сайте администрации. Смотрите, мы не отходим от этих планов, не на йоту и по времени стараемся как можно ускорить все эти процессы, которые крайне важны и нужны нашим жителям. И когда вечером читаешь социальные сети, едешь домой, конечно, вы очень сильно ругаетесь, особенно в пятницу, в субботу, на местную власть, на то, что мы протираем штаны в своих кабинетах, ничего не делаем. Доля правды, конечно же, есть. И то, что мы, может быть, немножко не так быстро делаем, но поймите, чтобы проект сделать, необходимо согласовать минимум 17 ведомств и министерствами. Да плюс еще там, получается, на этой трассе куча частных собственников, которые почему-то попали в красные линии и настроили там своих объектов. Это очень непросто все, но, тем не менее, результат, я еще раз говорю, будет. И мост будет построить, и съезд пойдет, и дублер Человского шоссе начнет строиться, и западный обход со временем будет строиться. Потому что, вы знаете, там, где работают транспортные артерии, там жизнь бьет ключом. У нас есть районы, которые гораздо дальше, чем мы, размещены по дислокации от МКАДа, но развиваются быстрее, потому что у них есть транспортная логистика. И у нас будет. А у нас ее сейчас нет. И она должна быть. Будет. И когда она будет, вы увидите совсем другой результат. Вы увидите не только динамично развивающийся город и вообще городской округ. Вы увидите, как появляются новые рабочие места, как увеличивается зарплата, потому что все эти рабочие места уже по новым требованиям должны быть высокотехнологичными. А высокотехнологичные рабочие места – это серьезная, конечно, зарплата. Это не ручной труд, это ум, это уже другой совсем уровень интеллекта. Плюс наш колледж готов уже учить на эти специальности. Те, которые мы продекларировали, плюс два еще откроются технопарки, там здания, где будет высокотехнологичные рабочие места. Они уже готовы учить. И колледж уже идет с опережением. Готов предлагать свои услуги для того, чтобы готовить специалистов именно на эти места высокотехнологичные. Спасибо. Можно я вам задам еще сопутствующий вопрос по поводу моста, то, за что вас как раз-таки в соцсетях-то и ругают. Для тех, кто, может быть, не читает в соцсети, напомните, почему закрыто движение пофабричной и когда его откроют? Пофабричной, вы знаете, что она будет реконструироваться, улица Фабричная. Поэтому для того, чтобы ее реконструировать, ее необходимо было закрыть. В мае мы ее, может быть, даже не реконструируем, откроем. Но в любом случае, в конце концов, она будет изменена на четырех полос. Это тоже входит в схему движения по этому мосту. И, соответственно, надо было закрыть для того, чтобы провести реконструкцию. Там перекладывают русло панырей. Совершенно верно. Там будет новый мост, который даст с большей нагрузкой проходить техники. Спасибо. Следующий тезис вашего отчета ежегодного, недавно прозвучавшего. Для тех, кто только подключился, я напоминаю, что мы сегодня обсуждаем тезисы отчета 27 февраля, который был, с которым Алексей Васильевич выступил. 190 тысяч жителей городского округа имеют право на качественную медицинскую помощь. Ну, не секрет, что медицина – это одна из наиболее сложных отраслей. И у нас, к сожалению, долгое время были в этом очень большие проблемы. Но дело сдвинулось. И я вас попрошу, опять-таки, напомнить, что именно сделано в этой сфере. Хотя она в прямом подчинении министрала. Мои впечатления, когда я приехал сюда, в Щелковский район, и ходил по учудеям здравоохранения, это просто безнадежно какая-то. К большому счету, ну, может, Загорянка там как-то держалась, более-менее в приличном состоянии была поликлиника. Там еще несколько объектов. Но в основном, конечно, это видно, что неухоженно было, безденежно было. И вся отделка, все оборудование безнадежно устарело. И то, что перешло на уровень, конечно, Минздрава в Московской области, резко изменилась ситуация. Ну, я понимаю, почему. Муниципалитетов на все вечный денег не хватает. Потому что 14-й год даже взять, вот, дороги строили. Извините, что я перебиваю, как бы, с одной тем на другой дороги. 50 тысяч метров могли только за год сделать. Сейчас мы 700 делаем, как бы, легко уже. И понимаем, что это еще и не предел. Мы еще и дальше пойдем. А вот по здравоохранению жалко. Просто людей жалко в таких условиях, как они находились. Как их принимали. Все это в бумагах. Ничего не оцифровано. Постоянная, как бы, толкучка к узким специалистам в коридорах. И все это, вот, в таком, знаете, вот, просто человек пришел в больницу и уже практически не хочет в ней, там, как бы, лечиться. Сейчас, конечно, много изменилось. Провели капитальный ремонт. Всех практически без исключения были. 18 объектов в ремонт поставили. Большое количество финансовых средств губернатор выделил. Мы, соответственно, в свою очередь приняли максимум усилий для того, чтобы привлечь специалистов. Медиков. Вот. Для них и общежитие открыли, и этот дом построили, и все, что в вторичном фонде мы находили, квартиры, мы все отдавали врачам, которые приезжали к нам работать. Мы снизили практически дефицит. Осталось только дефицит, вот, чтобы здесь у них, как бы, повысился. Я имею в виду, не дефицит, вернее, а профицит, чтобы у них повысился, у врачей. Чтобы они с большей отдачей по своей профессии, очень благородной профессии, относились к людям. Чтобы каждый человек имел для них ценность. Потому что нет ничего больше ценности, чем человек. Это даже не ценность, а драгоценность. Каждый человек рождается для того, чтобы жить, а не для того, чтобы мучиться в очередях, в поликлиниках, в больницах. Поэтому, конечно же, эта работа должна была быть произведена. И она сейчас идет в полном объеме. И я уверен, что через какое-то время мы увидим, что все больницы, и Фриановская, и Загорьяновская, и Монинская, они абсолютно в другой облик. Там три кабинета врача общей практики. У нас в Богородском нагрузка на нее такая, что... Кабинет врача общей практики такая, что она... Это хороший, что он там доктор, очень хороший. Но нагрузка очень большая. Плюс сейчас понимаем, что надо строить там поликлинику. В микрорайоне Синском рядом будем строить поликлинику. И там же открывать еще один кабинет врача общей практики. Для того, чтобы отток снять с первой поликлиники. Чтобы они шли туда, к себе в микрорайон. И это все в общей концепции. Мы понимаем, что Минздрав все регулирует. А нам задача регулировать потоки. Чтобы никто и нигде на какой территории не остался обойденным от медицинской помощи. Поэтому мы помещение под скорую помощь выделили на правом берегу. На левом берегу Клязьм. И там на Сиреневый 7, по-моему, если точный адрес помню, открыли дополнительный пункт скорой помощи. И теперь там тоже все нормально. И вот тут недавно в соцсетях пишут мне. Что за безобразие? Почему вы закрываете пункт скорой помощи на левом берегу? Я спрошу, откуда у вас такая информация? Ну вот идут такие слухи. Да и не верьте, вы слухам. Все хорошо, мы вас любим. И там будет этот пункт скорой помощи работать. Ну а если мосты введут? Да еще если мы подумаем. Вот мы уже думаем над тем, чтобы еще один мост построить на плавной. На летнее время. Туда вверх Клязьмы. Там есть дороги уже для этого. Уже все просмотрели, с Никулиным пролезли. Нормально там можно будет на летнее время стоять на понтонах мост. И уже есть инвестор, который будет стоять. То есть вот эта работа, она должна, конечно, приводить к результату положительному. Ну и самый вот индикатор этого положительного или отрицательного, это, конечно, вот люди. И вот они едут в машине и вот шпарят, шпарят, шпарят. Проходит какое-то время. Это же человек, вот человек абсолютно как бы одинаковый. Он через какое-то время, о-о-о, наконец-то. Ну слава богу. Может быть через годик-два задышим. То есть люди не должны жить, как бы, сами себя загоняя в тоску. Они должны видеть перспективу. И все программы, и государственные, и муниципальные, они дают возможность людям увидеть, услышать, что делается. И понять, что все эти перемены, они необратимы. Они будут только к лучшим. Над этим и работаем. Алексей Васильевич, я иногда тоже заглядываю в комментарии к вашим постам в соцсетях. И мне кажется, что на детские сады практически жаловаться перестали. Президент ставил задачу по ликвидации очереди в детские сады. Сначала тех, кто постарше, теперь вот тех, кто помладше. Как наш городской округ с этой задачей справляется, справился? Мы открыли и ясельные группы дополнительные. Теперь уже, вы знаете, что в этом плане работаем тоже над всем тем, чтобы не было проблем. 15 новых ясельных групп открыли. Это все-таки большое количество за такое короткое время. Построили 13 детских садов за это время. 13. Это тоже достаточное количество. Но недостаточно. Пусть мамочки рожают как можно больше, потому что мы будем открывать еще за эти 3 года еще дополнительно 7 детских садов. Поэтому все условия для того, чтобы были и ясли, и детские сады, будем создавать. По школам я уже говорил, что плюс 9 школ, уже 2-3. Сейчас по школам тоже пройдемся. Мы же показываем, вы рассказываете, а мы тут показываем, как дело-то было. Давайте к школам перейдем. Пожалуйста. В этом году 2 садика. Там задача, наверное, сложнее вторую смену ликвидировать. И она, судя по статистике смотреть, отдайте нам видео школу, пожалуйста. Вот. Ликвидация второй смены, она не так быстро движется, как, может быть, ликвидировалась очередь детских садов. Ну, движется. Смотрите. Ну, движется. Движется. Две школы построили, одна, вот вы знаете, да. Вот, пожалуйста, да, 17-ю открыли. Классы переполнены, там первые классы столько приходит уже. Мы понимаем, что это необходимо строить вторую школу, поэтому в микроне финском будет строиться вторая школа. Вот сейчас уже как бы привязали эти земельные участки по детские сады, по школу. Осталось только разделить отдельно, чтобы было детские сады, школы. И, соответственно, тоже там будет строительство дополнительных школ и детского садика. То есть, практически, где мы видим, что классы переполнены или их очень большое количество, мы тут же обращаемся к губернатору. Губернатор ставит задачу своим профильным заместителям. И, соответственно, сразу получаем отклик. Вот сразу получаем отклик. Даже сегодня губернатор на ВКС сказал, говорит, у вас там со школами проблемы. И мне пришлось сказать, уважаемый Андрей Юрьевич, дело в том, что у нас не проблема. У нас, мы выбрали земельный участок. Но настолько много согласований, и одно из согласований – это национального парка Лосиный остров. А он вообще не согласовывает. Все в Минприроды отправляет, а там очень долго принимается решение. Поэтому губернатор своему профильному зампреду поставил задачу. Я думаю, что и этот вопрос сдвинется. Это мы о какой школе сейчас говорим? О Новом Городке. О Новом Городке. И вот 11-я школа вообще тоже как бы немножко необычная, что рядом озеро и необходимо согласование расрабоваться. Вот это вот, Алексей Васильевич, я вас попрошу посмотреть на экран. Начинается строительство. Вот это мы снимали примерно месяц назад. Это Жигаловская школа. Ездили, да, это Жигалово. Мы сегодня съездили туда и посмотрели, что там сейчас происходит. А то, может, вам показали и все. Нет, не все. Вот смотрите, вот есть движение. Нет, там идет. Есть график, мы его контролируем. Это же муниципальный контракт. Поэтому мы на контроле все будем держать. У нас что получилось? Вот по медвежкам ругаются. В медвежках говорят, почему так это медленно строить-то? А все просто. Гел под основу. Кто же ожидал, что там окажется на такой глубине залегания две линзы водяные. И эти линзы начали фонтанировать. Соответственно, если они фонтанированы, мы понимаем. И что из ПБС-ок нельзя строить фундамент. А по проекту ПБС-ки. Начали монолит. Потому что, не дай бог, построим из ПБС-ок. Она и треснет, эта школа. И что потом скажут люди? Ничего хорошего не скажут. Нет, вообще не то, что слово не то хорошее. Проклянут, наверное, что такие вот неумехи чиновники и строители. Поэтому затянули, да. Залили монолит. Сделали полностью дренаж. Откачали все. Вывели все для того, чтобы не было никаких проблем на перспективу. Все сделали так, как должно быть для надежности и долгу функционирования этого объекта. Спасибо. Давайте поговорим про то, чем молодежи, подросткам после школы заниматься. Давайте про спорт поговорим. Что бы вы отметили в этой сфере позитивного? Вот смотрите, спорт. Прошлый раз говорил, еще раз напоминаю. У нас очень много площадок, плоскостных сооружений, где стадионов, где наша молодежь может заниматься спортом. Да не только молодежь, но и люди разных поколений могут заниматься спортом. Но, опять же, это всего лишь можно заниматься 3-4 месяца. А 8 месяцев где заниматься? Надо закрытое сооружение. Поэтому за это время, за 4 года, построили 3 ФОКа. Это Огуднево крайний, то, что мы сдали. На улице Центральное построили, соответственно. Ну и на... Ледовый арен. Ледовый арен, да. Построили 3 ФОК. Перенагружены они. Перенагружены в такой степени, что, понимаем, надо строить еще. Обратились к губернатору. Ввели в разряд острейших проблем. Губернатор провел решение профинансировать строительство еще двух ФОКов. Плюс один спортивный центр будет у нас в Монино. Плюс регбиный стадион будет, я уверен. Не только притягательным для зрителей, но там еще будут заниматься наши деточки. К слову говоря, спортом будут заниматься в этом регбиенном стадионе. Из них будет отбирать лучшую, конечно. Будет школа создана регбиеном спорта. Конечно, будет по всей России собирать регбиенство. Но наши там тоже будут. А в виде любительства, как бы, начала у нас там будет тоже достаточно большое количество детей заниматься в этом регбиенном стадионе. И мы понимаем, что этот два ФОК, которые мы построим. Один на Щелково семьи, а второй на Ровесники. Они позволят и по спортивной гимнастике, наконец-то, закрыть проблему. Потому что хороший результат у нас по спортивной гимнастике. Вот хороший. Потому что все на энтузиазме родителей и тренеров. Понимаете? А надо все-таки сделать так, чтобы это было не на энтузиазме тренеров и родителей, а создать условия для детей занятий именно этим спортом. Ну и плавательный бассейн. То же самое будет построен на Щелково семь. Там будут заниматься плаванием. Но еще один появился. Правда, частный инвестор построил. Но это же хорошо. На варежках появился еще частный инвестор построил. Мучится, плюется, никак не может сдать в эксплуатацию. Но, тем не менее, там уже плавают. И у него, кстати, там есть социальная карта. Он дает по этой социальной карте бесплатное посещение этого ФОКа для остро нуждающихся, для малоимущих. Молодец в этом плане. Здорово. Да, Игорь Евгеньевич Полуботко, там такой строительный. Он даже гордится тем, что у него 30-40% времени занят для социальной группы. Молодец. Здорово. Позволю себе поднять тему, которую я, наверное, больше всего люблю. Это тема создания в Щелкове благоустройства новых общественных пространств, зон общественного притяжения. Ну, вот, на мой взгляд, прорыв, да? И это, в принципе, видят все и каждый день. Но ваша оценка? Я не могу сказать, что это прорыв. Почему? Потому что это обязательная работа. Это же лицо города, как-то не прорыв. Это обязательная работа. Мы должны, я говорил и говорю об этом, и буду говорить, мы должны развивать общественное пространство по всему городскому Кругущевку. И они развиваются. Почему раньше не развиваются? Не только в городе Щелково. Они развиваются и в Варежках. Ой, в Варежках. Они развиваются у нас и в Медвежьих озерах. Они у нас развиваются и в Огудневая, и в Африаново. Можно бесконечно долго переселять, где они развиваются. Даже Марья Александровна пришла, наконец, принесла вот участок размежеванный. Отрезали и кусок там, где у нее тоже будет общественное пространство. Потому что у нее просто не было там территории. Несмотря на то, что вроде как бы сельское поселение. Территория так, чтобы была компактно, она расположена к тем домам, где люди проживают, не было. Вот нашли кусок, размежевали. И сейчас там будет стадион для жителей построен. И, соответственно, общественное пространство. И называть это прорывом, ну как это было, просто работа. Ну вот смотрите, вот посмотрите, что мы вот сейчас показываем. Мы показываем голый берег, заросший какими-то там кустами непонятными и мусором заваленный. Опять же, смотрите, Ирина Геннадьевна, смотрите соцсети. В соцсетях все написано. 70% за, спасибо. 30% плохо, камни, жарко будет. Нам будет неудобно. Вот раньше шашлыки жарили. Вот раньше, ну, представляете, во что было похоже на берег. Мы же с вами проходили. Я вот потом и говорю. Вот в Клязьму сбрасывалось помои. Мусор, дрянь разная. Ну нельзя так жить. Это же наша страна. Это наша родина, любимая Россия. В ней должно быть все красиво. Не только мы в ней должны быть красивые люди. Со всеми нашими отступлениями от аромативного поведения. Но должно быть все вокруг красиво. И тогда они еще лучше будут, эти люди. Поэтому все делается, конечно же, в первую очередь, для того, чтобы человек почувствовал себя человеком. Гуляя с колясочкой. Гуляя с другом или подругой. Или своей невестой, или с женихом. Чтобы гуляли там бабушки и дедушки. И не чувствовали, что им здесь некомфортно. Потому что все светло. Нигде нет препятствий для того, чтобы, не дай бог, упасть. И ногу себе там сломать или еще что-то. И никто из кустов не обидит, не нападет. Потому что везде стоят видеокамеры, системы видеонаблюдения и так далее. Это требование. Это требование реалии жизни. По-другому сейчас нельзя. Поэтому и построили, сначала начали с площади Ленина, потом улицпарку, потом набережную. Ну, я считаю, очень хорошо получился фонтан на сквере Пушкина. Очень много людей, особенно вечером, бегают, смеются, там все это, бьют. Музыка играет. Хорошо. Душевно для многих людей, которые приезжают туда. Там еще пусконаладка не закончилась, потому что все-таки сдавали под осень. Но, тем не менее, сам факт, что люди туда притягиваются. А вот эта дорога, вернее, набережная, которую мы построили, и плюс сверху там, вы видели, создали еще и стояночные места, она, конечно, тоже будет очень востребована. Но самая главная востребованность, это не только семиминутная, не только сегодняшняя. Мы благоустроили и посадили новые деревья. Помните, мы с вами сажали новые деревья. Мы посадили новые деревья. И эти деревья каждый год будут расти. Но дорогие наши ветераны, дорогие наши критики, но ведь когда-то тоже сквер Пушкин начинался с кустиков. Все это было старое срытое, все было выкорчевано, и были посажены и ели, и тополя, и все остальное. Они были посажены теми поколениями, которые на тот момент считали это достаточным уровнем развития Рапушкина. Сейчас новая жизнь, новые времена, посадили новые деревья. И поколения вырастут уже на этих деревьях, которые каждый год будут подниматься и создавать тень. Потерпите, порадуйтесь за будущие поколения, для которых сейчас ведется такая работа. Ляпы есть. Вон, тактильную плитку положили на улице Парковой, меняем-меняем, а поменять до конца не можем. Она от реагента сразу съедается. Ну, заставлю, все равно сделают они там эту тактильную плитку так, чтобы она не разрушалась от воздействия реагента. А вот скажите мне вот что. Вы же знаете, как я люблю тему мостов поднимать. И почему-то у нас всегда эта тема поднимается в нашем с вами эфире. Когда дублер старого моста-то достроят? Дублер старого моста? Вы что, не увидели, что его достроили, что ли? Не, не достроили. А что там не достроили? Камешки лежат на основном старом мосту. А, вы имеете в виду, что ли, не замостили, что ли? Да. Замости им, я с весной замости. Это все вне бюджетка, сами понимаете. Мы посчитали, из небюджетных источников где-то на полмиллиарда сделали объектов. Это МФЦ, детский лагерь Юнармеец, аллею героев, аллею техники. Вот эту правую сторону реки Клязьма, которая была в какой-то степени сделана, а потом брошена. Это все за бюджетку делали. Общежитие, дом 29-й, парковый. Все вне бюджетка. Очень сложно строить за внебюджетку, потому что все-таки закон нам не дает такого права регулировать внебюджетные отношения. Ну и закон о муниципальном частном партнерстве. Мы стараемся его придерживаться. Прокуратура нас постоянно за это ругает. Но мы в любом случае дальше будем идти. И поверьте, вот эти деньги, которые мы получаем в дар от наших предпринимателей, для того, чтобы создавались объекты, это самые дорогие деньги. Люди от себя отрывали для того, чтобы это все сделать. Я помню, как мы строили МФЦ, даже вообще ни копейки в бюджете. Бюджет там с такой дырой в 2014 году. Ну просто дырища. Не на что строить. Даже проектировать не на что. Построили же. Молодец. Человек подошел и сказал, вот на тебе первую сумму собрали. Давай приступай. Приступил и сделал. Он говорит, мне это выгодно, потому что у меня несет порядок предприятий. Я готов за эти деньги строить. Давай. Построили. Сейчас это место притяжения всех людей, для которых необходимы услуги. Просто незаменимые. Да, незаменимые на данный момент. Спасибо. Мы же оцифровываем все сейчас. Модно это говорить. Оцифровываем пространство даже. Некоторые коллеги проверяют мои документы. А вот у вас написан номер кадастрового участка, но при этом у вас нет в экипировке к этому кадастровому участку. Как вы можете определить? Я говорю, коллега, да вы о чем? У нас уже давно публичная кадастровая карта вся оцифрована. И этот номер кадастрового участка уже говорит о том, что его можно найти элементарно кликом. Набрал публичную кадастровую карту, набрал номер, включил. И вот он тебе, пожалуйста, земельный участок распечатывай, бери. Зачем такой груду бумаги таскать туда-сюда? Смотрит глазами, хлопает. Это какое-то время пройдет, и это все как бы узнают о том, что так легко и просто можно пользоваться этими услугами. Я даже знаю. И МФЦ десятки лучших у нас. Зачем он пользовался? Работает. И спасибо всем, я говорю, в том числе и вашему покорному слуге, который начинал эту работу. Потому что раньше-то мне никто не верил. 14-го году в Думу возьмет там и присвоит. А когда увидели, что все это идет на благие дела, открыли сердце, открыли кошельки и начали вместе создавать то, будем говорить, то сейчас на данный момент создано за счет небюджетных средств. Спасибо. И вам спасибо, и этим людям, которые помогают городскому округу. А у нас есть вопрос зрителей. Давайте послушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А мы вот молодая семья без собственного жилья слышали, что вы помогаете молодым семьям получить участок. Как нам это сделать? Можно? Мы не помогаем получить земельный участок. Вам по закону положено, если многодетная вы семья. А если не многодетная семья, тогда будьте добры приходить в индивидуальный прием, мы подумаем, как это сделать для вас более комфортно. А приоритетным правом у нас как бы пользоваться, льготным правом на получение земельного участка многодетной семьи. Здесь вопросов никаких. 100% обеспечивается. А так приходите. Мы очень многим помогаем. Дело в том, что проводилась все-таки большая работа по всем выморочным участкам СНТ, ДНТ. И мы где-то порядка тысячи мест нашли. Тысячи земельных участков нашли и предоставили людям там, где участки были брошены. И не использовались в прямом предназначении, потому что людям они были просто не нужны. Мы вторичную реновацию запустили и предоставили. Приходите. А еще вы предоставляете квартиры жителям ветхих и аварийных домов, как они сейчас называются, непригодные для жилья. И это тоже, в общем-то, очень большая работа, которая продолжалась, которая началась несколько лет назад и которая продолжается. Тяжелая работа. Очень тяжелая работа. Потому что все-таки достаточно большое количество у нас домов. А у нас вообще район был в свое время, по-моему, на первом с конца месте по количеству ветхих домов, которые... Причем какие-то программы заходили. Губернатор Громов, по-моему, еще какую-то тогда программу вроде бы начинал по расселению. Но что-то она закончилась почти не начавшись. А сейчас в планах еще 122 дома на ближайшие, кажется, 5 лет расселить и предоставить. Вот смотрим, как вручают ключи нам там, да? Или это Парковый-29. Нет, мы показали Краснознаменскую-17 и вот теперь Парковый-29, там, где... Мы за это время, за 14-18 годы переселили 844 семьи. 2158 человек из 60 аварийных домов. Это хорошая цифра, очень хорошая цифра. И вот сейчас губернатор принял очередное решение, более 100 жителей будет расселяться из микроорона Дальнего Воронок. Хотя и у нас есть договор о развитии застроенной территории, и мы понимаем, что можно было бы это сделать и быстрее. Но при этом бы мы не понимали, как все-таки закончится этот непростой процесс. Что из себя представляет застройщик? Мы после Литвинова на всех смотрим через вот такую большую лупу. Кто вы? Откуда вы? Что вы можете? Не обманьте ли в очередной раз наших жителей? Вот это замедляет, конечно же, выполнение программы. Да и ситуация непростая в экономике. И в том числе в жилищном строительстве. Поэтому тут нельзя ошибиться. Потерпим. В 2021 году первые пять домов будем расселять, соответственно. Ну и там еще дополнительно с других микрорайонов будем заселять туда жителей, там где тоже жилье аварийное. А так у нас везде есть аварийное жилье. И в Загорянке, и в Афряново аварийное жилье. И в Огуднево. Там вообще вот сейчас заходит у нас как бы на расселение. И новая фабрика вот-вот апрель месяц будет получать разрешение на строительство. А в Огуднево уже получили разрешение на строительство дома и расселение в ветхоаварийное жилье. Процесс идет. Только единственная, вот насторожность такая к застройщикам. Состоятельно они или не состоятельно. Спасибо, Алексей Васильевич. У нас есть вопрос от телезрителей. Я думаю, что, наверное, заключительный на сегодня, потому что время эфирное у нас заканчивается. Давайте послушаем, что хотят вас спросить. Слушаем. Здравствуйте. Пожалуйста, вопрос ваш. Алло. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, хотелось бы услышать по поводу Казахстана, его благоустройства. Что ж так? Еще раз мы вас плохо слышим. Да, хотелось бы услышать вопрос по поводу Севаша, благоустройства Севаша. Ага, спасибо. Озеро Севаш. Да, спасибо большое. До свидания. Спасибо. Вот смотрите, Севаш. Это была вообще как бы такая тема, когда мы его очистили, а потом хотели обнести его, соответственно, ограждением, сделать туда допуск, поставить наблюдение, освещение. Но немножко тормознули, потому что все-таки у нас все нужны деньги. Понимаем, что сейчас там хлорелла работает, вода должна стать чистой. Пожалуйста, только не бросайте туда мусор. Мы к Севашу вернемся. Мы очень опасаемся посещения жителями карьеров. Они очень глубокие. Течения там внутренние непонятны для нас. Каждый год мы там теряем 2-3 человека. И мы понимаем, что необходимо создать вот эту зону притяжения для купания. Там Ирина Геннадьевна мне рассказывала, что она купалась еще в детстве. Да было, конечно, такое. Там теплая вода, нормально все как бы и не так глубоко, не в такой опасности для жизни. Есть же профессиональные плавцы там, кулангисты, пожалуйста. Пускай Севашу в Америке карьеру плавают. Но здесь надо, конечно, создавать. Поэтому в этом году, вот в 19-м году, мы обязательно сформируем программу создания. Не только на реке Клязь, мы, вы знаете, каждый год этот пляж обновляем. Но именно в Севаше будем создавать центр притяжения летнего купания. То есть пляж там будет хороший, ограждение будет хорошее, служба безопасности будет хорошая. МЧС будет дежурить. Это будет в 20-м году. А в 19-м, вот сейчас начнем завозить туда, уже вы видите, песок начнем завозить. И, соответственно, готовить к тому, чтобы в 20-м году создать такую пляжную зону для отдыха. Спасибо. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы сегодня обсуждаем ежегодный отчет главы Шелковского района, который состоялся 27 февраля. Но все темы мы, конечно, сегодня охватить не успеем. Но я думаю, что ничего страшного. Мы об этом рассказывали и будем дальше рассказывать. Из ЖКХ мне хотелось бы один момент только отметить. Это реализация одной из губернаторских программ, которая называется «Чистая вода». И в рамках которой несколько десятков водозаборных узлов за три, кажется, года были реконструированы. Прокомментируйте. Комментируйте. Картинку смотрим. Было-стало. 14-15 год – это седые волосы. Везде грязная ржавая вода. Везде мне приезжают показывать, что творится. Когда набирают в ванную, когда на кухне пользуются водой, когда колонка работает. Колонки ломаются постоянно, тоже забиваются. И, конечно, проведена колоссальная работа. Модернизировано 15 в ОЗУ. Эта работа еще не закончена. Но чистой водой, из того, что у нас было обеспечено плохой водой, 45 тысяч человек мы обеспечили чистой водой. И думаю, что вот эта реконструкция на Краснознаменской и на улице Розликсюбурга-Загорянском позволит уже как бы не то что локализовать, а практически ликвидировать эту проблему. Ну, бывает, конечно, мне присылают в соцсети. Вот, смотрите, напоили нас на 8 марта виски и показывают желтую воду. Ну, извините, там на первом этаже произошла авария. Вы их или перекрыли стояк, соответственно, там затронули немножко как бы взвеси. Эти взвеси иногда, бывает, прорываются. Но, тем не менее, то качество питьевой воды, которое сейчас, оно в разы превышает то, что было в 2014 году. Спасибо, Алексей Васильевич. У нас три минуты остается до окончания эфира. Наверное, заключительный вопрос. В вашем отчете были и планы. Расскажите, что в этом году будет главным в городском округе Щелково? Не знаю. Очень много. Мы смотрели, в том числе, и по благоустройству. Вот улицу Пушкина начнем первый сегмент делать от набережной. Конечно же, запуск моста. Пуск его в работу. Тоже очень важно, я считаю. Пуск школ на Солнечном. Пуск школы в Медвежках. Строительство школы в Жигалово. Закладка школы на Шмидта. Закладка школы на 11-й. Ну, столько событий будет, что, наверное, какое-то главное и не вычленишь. Но самое главное событие для нас, это, конечно же, День Победы. День единения всех нас во имя памяти наших предков, которые отдали жизнь, чтобы мы с вами здесь сидели в студии, разговаривали, докладывали жителям, что мы собираемся делать и как мы собираемся дальше жить. Плюс день теперь уже городского округа будет. Ну, то есть много событий, которым, конечно же, надо подготовиться, создать максимально комфортную среду и приурочить к открытию, а приурочить к открытии многих важных объектов, чтобы люди порадовались в этот день. Я в начале эфира губернатора процитировала, а в конце позволю себе вас. Надо, чтобы власть зависела от жителей, от их оценки, от их отношения, а не наоборот. Я согласен, жители очень правильно делают, что оценивают так, как они считают нужно. Иногда лицо горит, как они оценивают. Но это не дает права расслабиться и сказать, да ладно, что я еще буду там дальше работать. Нет, надо работать так, чтобы эта оценка изменилась, чтобы люди все-таки не только услышали, но и увидели все эти изменения. И тогда глаза в глаза можно с ними разговаривать. Я вон прихожной любой праздник, у меня столько людей бросаются обнять, поговорить, сказать спасибо, что мы какие-то вещи уже сдвинули с мертвой точки или уже довели до конца. Столько уже знакомых лиц, что я в сердце практически породнилась с городским округом Щелку, с Щелковским районом. Поэтому я всем благодарен и за критику, и за то, что говорят спасибо. Это называется гармония жизни. Потому что если будет дисгармония, когда будет говорить молодец, 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 да, нельзя, чтобы голова кружилась, должна голова работать постоянно тем, чтобы создавать все лучше и лучше на территории. Чтобы люди понимали, что, я еще раз говорю, чтобы люди понимали, что это неотвратимо, это уже в системе работает. И что никто не может работать хуже, лучше, пожалуйста. Все люди будут еще больше любить тех руководителей, которые будут работать лучше, а вот хуже нельзя. Я постарался эту планку выдержать. Точно. Спасибо, Алексей Васильевич. Глава Щелковского района Алексей Валов был сегодня у нас в эфире. Спасибо большое. Заходите еще. До свидания. Всего доброго. Я вас всех люблю. Берегите себя. Здоровья всем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова